Всех приветствую на своем канале, а также на второй части курса по трехмерной графике C++ OpenGL. В этой части мы будем говорить о 3D-векторах, как пользоваться ими в моей библиотеке для работы с графикой. Все, кто работал с движком Unity, знают, в каком виде записываются координаты объекта. Для этого существуют структуры Vector3 и E2D Analog Vector2. У этих структур есть поля для записи координат по осям X, Y и Z, а также много методов для их обработки. Я пробовал найти что-то для C++, но вскоре стало понятно, что придется делать свою реализацию. Структуры Vector3 и Vector2 теперь можно найти в хейдер-файле GeometryH. Для них я реализовал много методов, начиная от поиска расстояния и заканчивания вращения вектора. Также я прописал все необходимые операторы – сложение, умножение, вычитание и деление. Рассмотрим, как работать с векторами на практике. Пусть у нас есть вектора A и B, при сложении которых мы получим вектор C. Созним переменные типа Vector3, в аргументах укажем смещение по оси. Вектор A смещен на 2 единицы по оси X, 0 по оси Y и 0,5 по оси Z. Вектор B смещен на 1 единицу по оси X, 0 по оси Y и 2 по оси Z. Стрендерим эти вектора на сетке. Я воспользуюсь функциями из своей библиотеки. О них я расскажу в следующих видео, а пока поддержите это видео лайком, так эти видео выйдут быстрее. Я установлю толщину векторов 3 пикселя, а толщину сетки 1 пиксель. И так мы можем видеть эти вектора. Обрати внимание, что лаги превращений это вовсе не лаги. В пустом проекте отрисовка нового кадра OpenGL происходит после изменения в окне. Пока в моем случае эти изменения происходят при движении курсора по окне. Пока я уберу движение и сделаю камеру статичной. Пусть вектор C будет сложен из векторов A и B. Аналогично отрендерим вектор C. Я также реализовал много методов для работы с векторами. Например, мы можем нормализовать вектора. И теперь все вектора имеют единичную длину. И так в этом видео я рассказал лишь о реализации 3D векторов. В следующих видео мы затронем еще больше возможностей моих библиотек. Надеюсь эти библиотеки будут тебе полезны. Скачать их можно по ссылке в моем дитхаб. По библиотекам ты также можешь задавать вопросы в комментариях. Поддержи меня лайком к этому видео и подпиской на канал. До встречи в новом видео.